Напомни, пожалуйста, какую сумму он уже, получается, забрал. Нет, четвертый. У него сейчас гарантированно четвертая. 4 тысячи рублей он уже выиграл. А, то есть за место за четвертое и четыре, за третье три, за второе два и за один один, правильно? У меня седьмое и восьмое, то есть нормально. Вход отбил. Ха думать-то. Витязи играет в экипо. Витязи даже футболка. Соня. Гажется, он дома берет теннисные мячики и себе на бедро клеить. Это спонсор Витязи. Сама Соня спонсирует игрока. Проверять будут кнопки. Ну, Витязь, в принципе, готов. Гранату проверил. Работаю, да. Сейчас, если еще раунд с парки запустят, то мы можем начинать матч. Да, все. Надо проверить, усиливаются ли, мне кажется. Если они не усиливаются, да, все нормально, все. Сейчас можно. В парке есть, усиление есть, гранаты есть. Популярная на этом турнире у нас Demolition Sony. Прям классика. Где-то плачет Скар. Ой, отличное плечо. Наказывает, да, и втих. Реверсалом. Казалось бы, очень низко сделал, но... И нажимает, да, эта ручка дает небольшой плюс. Вот у нее пяточка сразу очень быстро вылетает. Держать метр. Просто выплевывает этот спешл, чтобы он не был в арсенале. Членок хочет кататься на дереве, я чувствую. Ой, отличная вельва просто. Ну и пейрис. Наконец оно попало. Оно попало, да. Смотрим продолжение. Будет близко. В принципе, на одну комбу, на один миксак. Я хочу на стриме увидеть продолжение. И до три гранаты, там будет продолжение. Причем у Шинника есть один метр, и это очень опасно. Да, это быстро и спарки нельзя было выпускать. Че, не знаю, все равно красиво. Захотел видеть, взять, попадаст раунд. Не было че. С другой стороны, в следующий раунд они начинают трагически с одинаковым метром. Потому что потерял у него. О, хавер хэт и наказывает. Да, это угол. Оставит Шинника в углу без метра и зарядит себе. При гранатке. Чуть в боку. Не дает вставание в халяву. Да, конфер. Грациозный спешер будет Шинник исполнять. Отличная реакция. Что от Кенши телепорты, что от Шинника телепорты. Да, мне кажется... То, что тренировал Витязь, тренировал апперкот. Мне кажется, у него где-то подключено просто к мозгу. Срабатывает какая-то реакция. Щелкает, о, D2 вылетает. Получает поленце в лицо. Да, весь метр засейвится. Ты чё? Но метра-то на них нету, да. Вот появился. О, как красиво Шинник у меня есть. И армор влог, но не наказывает. И Витязь отвечает тем же. Брат за брат. И появился снова где-то, да. Миксап. Да, это будет бросок. Вперед на 16. И еще один бросок. И здесь закончился. Пытается амулетом отзониться. Не хочет к нему подходить. Нет у него гранат. Попытался телепортнуться. Ой, отличный R2R. Есть гранаты. Да, и опять Экспарти не дает вообще никакого движения. Уоруентированный урон. Уходит на выбор персонажа. Ну, Раву выбирает. А я не знаю, что в запасе у Витязи здесь. Я думал, это прям Сони Лоялист. Робот. Возможно, какой-то есть. Интрига. Не, отвечай, достаться на Сони. Не, пошути. Саечка за испуг. Вариация тоже не поменял. А он, кстати, в какой был арене. Столбажа не было. А-а-а, как раз таки сейчас столб появился. Да, арена не самая лучшая, наверное, для Витязи. Раулю будет арену, поэтому решает съесть дайфтик, чтобы подвинуться ближе к этой колонне. О, и отличная терапевтик. И снова. Ну, конечно, размин здесь в пользу апперкота. Если он получается. И еще раз. Уходит с Рыжа с парок очень. Ну, кажется, отучит в итоге. Неудобно. Неудобно еще на то играть, когда... Вообще забудет про эту опцию. И не будет телепортироваться никогда. Если еще десяток этих суперкотов. Залетает с полейчика. Пошли гранатки. Да, пошел прессинг. Еще есть гранатки. И то, что Д2. Д2 мастер. Это как Брюсли, который... Я не тренирую тысячи разных ударов, да? Я тренирую два Д2. Чувствуйте, физически так можно было бы какой-нибудь, знаю, челлендж выполнить. На турнире выиграть только через Д2. О, для этих блок и не наказывает. Рау чуть рассерялся, видимо. Решил напрыгнуть на Соню. И у Витязи припас. Ну, он припас несколько Д2 еще. Ох, я тоже унижал. Его же оружие. Унижает он Шиннока. Ох, с парочки спасут. Когда все плохо и надежды нет, Шиннок нажимает с парки. Брейкает. Нету Рау метра. А это значит, что Шиннок неэффективен. И он просто подбегает. Не отгадал. Нет, в этот раз не наказывает Микер Котом. Ой, хорошо. Да, и пропускает. Наверное, скорее всего, будет раунд. Будет ли... Бруталка не будет. О, дын-адын. Один-адын. О, хорошо реагирует. Забирает метр, берет инициативу, двигает Шиннока нежно в угол. И начинает его тихонечко миксапить гранат. Попытался разменяться, но нет. Вытерпела Сонька. Вытерпела. Все, гранат нету. Нужно тратить метр. Хорошо выпрыгивает. Боялся прыгать. Случай, это Сонька золотая ножка. Ой, отлично. Соль, соль пошла от Раубсизора, ругается. Нельзя, нельзя прыгать. Мне кажется, эти ноги, они как бы залетают в Шиннока. Драво говорит, что он всем доволен, но все хорошо. Да, играет до двух побед. Пропускает оверхед. Стоит стратить брейкер и опять за два. Не дает вообще убрать в воздухе. К слову, если бы лагало, вот этим апперкотом довольно сложно было бы реагировать так, что он бы попадал. Нет. Ну, это один из лакмусов. Не обязательно как основной, конечно. Слово, спарки. Нету метра, чтобы этими спарками воспользоваться. Шиннока полсилы сейчас. Готов сражаться, не может. Полную дамуду. Ох, подождал и порвал бросок. Для тех, кто смотрит это в записи, у меня для вас адовый челлендж. Попробую посчитать количество успешных апперкотов Витязя в этом противостоянии. Конкретно в этом матче. Потому что это уже зашкаливает. И да. Экст Аланья. И это 2-1. Вот это, наверное, неожиданно. Витязь. Ну что ж. Уже третий. Сизера мы поздравляем с четвертым местом.